Всем привет! Сегодня у нас еще одно видео для автолюбителей. Если вы хотите переезжать в Грузию на своем автомобиле, рекомендую вам его посмотреть. Более подробно на тему переезда на авто в Грузию мы раскрыли в отдельном видео. Переезд на авто в Грузию я прикреплю ниже ссылку, там мы рассказали все-все подробности. Сегодня наше видео будет посвящено конкретно постановке на временный грузинский учет автомобилей с регистрацией в другой стране. Для чего это вообще нужно делать? Как турист, вы как личность можете находиться год на территории Грузии, а потом просто перезаезжать буквально там на пару минут, чисто сделать визеран. Но ваш автомобиль может находиться на территории Грузии не более трех месяцев, и каждые три месяца вам нужно делать перезаезд. Если для вас это удобно, то это хорошо, но не всегда это удобно для нас. У нас, например, два автомобиля, и один из них мы поставили на грузинские номера, чтобы упростить этот процесс. Соответственно, на временных грузинских номерах мы можем находиться на территории Грузии два года, не делать перезаезды. Для нас это очень комфортно, потому что мы спокойно ездим по стране, и нам не нужно переживать о том, что нужно выезжать, заезжать и так далее. Тем более, когда машина две, это становится действительно немного напряжно, с учетом того, что нужно еще покупать обязательно страховки, ну и много других деталей, которые мы раскрыли в теме переезда на авто в большом видео. Сегодня конкретно мы решили, что машину, которая на грузинских номерах, мы будем снимать с временного грузинского учета, потому что хотим на ней поехать в Европу. Ждите влог с Европы, покажем вам небольшое наше путешествие, расскажем, с чем мы столкнулись, как вообще проходит переезд Грузии в Европу на машине, что надо знать, какие документы нужно купить, но это немножко дальше. Конкретно сейчас мы хотим взять вас с собой и показать вам, как проходит снятие машины с грузинского учета. В принципе, постановка машины на грузинский временный учет происходит точно так же, только в обратном порядке, поэтому я думаю, что вам будет полезно. Сразу забегая наперед, скажу, ничего сложного, это все происходит быстро и стоит очень недорого. Поэтому поехали с нами, мы вам все сейчас покажем. Я только что выглянул в окно. Это так и должно быть, извините меня, надпись Toyota задом наперед? Или это только в Грузии так? Тема ремонта авто в Грузии, это отдельная тема, и тут надо целое видео, в принципе, как и тема, как найти место, которое тебе нужно. Вот расскажи, пожалуйста, Женя, как мы сейчас будем ехать в Мрео. Хорошо, что мы уже там были, и мы, в принципе, помним, где оно находится, во-первых. Во-вторых, у нас осталась фотография с прошлой поездки, и мы будем смотреть геолокацию. Но, в общем, это достаточно интересно. Смотрите, находится оно где-то здесь. То есть он даже никак не подписан здесь. То есть вот здесь находится Мрео, где переоформляют машины. Вот школа какая-то здесь, тату, все. То есть он где-то вот здесь находится, но на картах его нет. В Грузии так принято, что никто не знает адресов. Если ты хочешь куда-то поехать, тебе говорят, а вот едь туда-то, там спросишь такого-то человека, там все его знают. Вот мы когда-то вчера ходили в детскую больницу к стоматологу, Таня спрашивает у врача, скажите, какой адрес у вас? Она говорит, ну, на Ангеса, там детская больница находится на Ангеса. Так, а адрес есть? Она говорит, я даже адреса не знаю. То есть человек работает у себя в больнице, она даже не знает, какой адрес. Так же самое с этим Мрео. То есть как нам его найти? Я прекрасно понимаю, что я не помню, где он находится. Я помню, что я делал фотографию, когда мы поставили грузинские номера, и в фотографии сохраняется геолокация. Я сейчас нашел фотографию, и только так вот я определил, куда нам примерно ехать. Понимаете, вот в Грузии это большая проблема. То есть если вы хотите что-то найти, вам скажут, когда я искал СТО определенного мастера, мне посоветовали, говорит, едь на ту улицу, на улицу, даже не район, на ту улицу, говорит, и там поспрашивая какого-то там, я уже не в Гоге, там, не важно, как его зовут там. Я просто еду и по всем ИСТО останавливаюсь и спрашиваю вот этого мастера. Понимаете, никто вообще не знает адресов здесь. И на чистоту все-таки тот факт, что можно приехать в другом государстве и поставить свою машину на учет буквально за час, очень дешево, это большой, огромный даже плюс, потому что я помню наши поездки в МРЭО в Украине, даже когда там появилась электронная очередь, это был адок. Мне муж всегда говорил, нечего тебе делать в МРЭО, и всегда ездил сам, даже когда нужно было что-то делать с моей машиной, у него всегда была доверенность на полное распоряжение, и он все делал самостоятельно. Однажды, всего однажды я поехала сама в МРЭО, потому что мы тогда очень спешили, было действительно очень много дел, и я решила выиграть время и поехала сама. Боже, я прокляла все. Проходишь тут. Парковки в Грузии тоже отдельная история, нужно проезжать буквально там в паре сантиметров от других машин, и особенно если у тебя большая машина, в общем, это прям беда, поэтому не удивляйтесь, что все машины реально потертые и так далее. В общем, когда мы поехали в Украине, я была в МРЭО, это ужас, я там просидела, наверное, часов 5, при том, что я приехала по электронной очереди, еще ждала, пока меня все равно примут, и в итоге я всего лишь восстанавливала этих паспорт, даже не переоформляла машину, ничего не делала, просто потеряла этих паспорт и его переустанавливала, поэтому у меня, в общем, большой стресс от поездки в МРЭО в Украине, один раз всего в жизни я там была, но и больше, наверное, точно не буду, то мне здесь очень приятно, когда ты приезжаешь, просто в порядке живой очереди, быстро справляешься и едешь дальше по своим делам уже на новых номерах с новым техпаспортом. Вот так вот вы из-за двора выглядят, понимаете, тут и так узкая дорога, там ничего не видно, они гоняют, не имеют вообще привычки притормаживать, и постоянно что-то припаркованное еще стоит на углу, чтобы закрыть вид. Если вы будете ехать только ставить машину на грузинский учет, вам нужен ИНН, он нам сейчас не нужен, потому что мы едем машину снимать, но вообще он вам будет необходим, получить его очень легко, вы просто приходите со своим загранпаспортом, и за 3 минуты у вас есть новый ИНН, чуть позже мы сходим к нему со стороны вам это здание, куда нужно заходить, и вставлю это в это видео, чтобы вы понимали, куда идти. Обещали вам показать, где можно получить грузинский ИНН. Смотрите, этот адрес в Перасмане 23, здесь адреса нет, это либо 21, либо 25. Ну вот, смотрите, этот перекресток, где Ромада Плаза, и вот он, центр. Пойдем сюда перейдем. Вот, собственно, здесь можно все и сделать. Нас не пропустят, конечно же. Это нормальная история. Все тоже проходит очень быстро, без очереди, буквально 5 минут, и грузинский ИНН будет уже у вас. Вот сюда. Сейчас день, но все равно посмотрите, какое количество машин. Во всех дворах огромное количество машин. Конечно, в Батуми машины это проблема. И раньше было так, что на каждого человека в среднем была машина. А сейчас, когда еще очень много приезжих на своих машинах, то, конечно, здесь трафик очень большой. А днем здесь просто вместо двух рядов едет четыре. Ай, снимай, сейчас по-любому что-то будет на перекрестке. Вот мы, по-моему, ездим по Грузии, мы всегда ждем, когда что-то случится. Это регулируемый перекресток со светофором. Да, здесь практически все перекрестки регулируемые, но это ничего не значит. Красный свет ничего не значит. А там, где нет светофора, это все. Все выезжают, там неважно, главное, не главное. Они не знают, что это за треугольнички, ромбики. Ну, то есть у них... О, вот, смотрите, смотрите. Вот у него красный свет. Вот у него красный свет, смотрите. Он по барабану вообще. Ну, куда? Вот, а вот у пешеходов красный свет, и их тоже ничего не смущет. Все, он любит из этого дебила, я не смог проехать. Так все, не ругайся. Ну, вот снимай дальше, ты по-любому, смотри, тут вся херня. Вон, тот остановился, куда ты поворачиваешься? А, не, он поворачивает подбор, ну ладно. Снимай. Да снимаешься, снимай. Глянь, смотри, сейчас ударит этого. Лежи себя в руках. Это цирк просто, глянь. Перекресток даже проехать не можешь. Посреди дороги, смотри. Пока ехали, я вспомнила свой первый опыт вождения по Грузии. В принципе, это был один из немногих опытов вождения по Грузии, потому что человек, который, ну, не знаю, не принимает успокоительное, приехал со стран, где водят лучше, он не может здесь ездить, видите, по мужу моему. Так вот, что я хочу сказать. Когда мы заехали в Грузию, я помню, мы ехали какое-то время, а муж спал в машине, потому что мы, когда проходили границу, мы всю ночь стояли, граница была закрыта, погиб человек в горах, в общем, из-за этого закрыли границу, и он всю ночь не спал, просто ждал, когда границу могут открыть. А мы спали, и поэтому я говорю, давай ложись спать, потому что нет времени там, не хочется нигде останавливаться, хочется уже приехать в Батуми, уже где-то снять отель, искать себе квартиру, ну, в принципе, уже хочется хоть где-то жить, потому что наша тема отъезда, это отдельная тема, в общем, это был очень экстренный, очень нервный переезд, в общем, не будем пока об этом. Короче, спит он в машине, я еду себе по Грузии в каком-нибудь городе, и сейчас предполагаю, что, скорее всего, это было что-то где-то в районе Кутаиси, но тогда, конечно, я не знала, что это за город, просто ехала себе, просто ехала, да и ехала, да, то есть у меня нормальный опыт вождения, я нормально вожу машину, ездила в других странах, поэтому, в принципе, еду себе и еду, и тут я заезжаю на, подъезжаю к кольцу, и просто я вижу, что кольцо нерегулируемое, у меня знак стоит, уступи дорогу, у меня на асфальте нарисованы знаки, уступи дорогу, я останавливаюсь, и с другой стороны все машины, с другой стороны кольца, у которых главное, они тоже все останавливаются, там три ряда, я не понимаю, что происходит, думаю, возможно, где-то туплю, может быть, знаете, там три дня в дороге, как бы тоже дают о себе знать, плюс я все-таки хоть и давно вожу, но не чувствую себя суперуверенным водителем, особенно в Грузии, так вот бужуя мужа резко говорю, что происходит, почему они остановились, я же не должна ехать, у меня уступи дорогу, светофора нет, он такой просыпается, спросу, и они понимают, что происходит, говорит, ну едь, раз они тебя пропускают, я начинаю ехать, и они начинают ехать в меня, и тут у меня происходит просто короткое замыкание, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что мне делать, в общем, я просто остановилась, подождала, пока они проедут, и это было очень страшно и очень дико для меня, сейчас я, конечно, понимаю, что в Грузии, по крайней мере в Батуми, опять же, в Тбилиси плюс-минус нормальный тип вождения, поэтому те же, кто живут в Тбилиси, не пишите, пожалуйста, мы прекрасно знаем, что там вы нормально водят, но мы говорим о Батуми, так вот, в принципе, в Батуми, если у тебя красный свет, то грузины считают, обязательно подрезать и при этом просто сигналить, как невменяемое, это абсолютная норма, мы к этому привыкли, уже, в принципе, даже понимаем, что нет смысла смотреть главное у тебя, второстепенно и так далее, просто нужно понимать, что с любого места в любой момент в тебя могут ехать кто-нибудь на полной скорости и даже не думать тормозить, но, конечно, первый мой опыт, это был большой стресс, сейчас уже привыкла, надеюсь, надеюсь, в общем, это последний наш опыт такого вождения, и дальше все будет нормально, но пока так, что имеем тому и рады, скажем так. Как тебе впечатление от поездки? Короче, мы приехали, но, естественно, хоть по геолокации, и почему-то все равно этого здесь нету, Мрео спросили мужичка, он говорит, едьте туда, потом налево поверните, там будет какая-то вывеска, я не понимаю, мы там были уже, понимаете, в чем парадокс, мы там были, опять стоят по среде дороги, ну, смотри, они вот нравятся мне стоять по среде дороги, ура! У нас уступи дорогу, то есть, смотрите, сейчас будем пытаться проехать как на перекресток, нормально проехал, оп! Тут только так, да? Ну, нормально проехал, мало бы быть хуже. Так, ну, конечно же, мы не нашли по адресу это место, но нам подсказал добрый мужчина, спасибо ему большое, и вот мы вспомнили, что вот это вот здание, это действительно то, что нам нужно. Попробуем вам посмотреть адрес. Вот флаги. Вот здесь, видите, вот стоит машина в таком небольшом павильончике с открытой дверью, вот здесь мы проходили небольшой осмотр перед тем, как получать временные номера. Не знаю, сейчас нужно будет или нет, но тогда в порядке живой очереди мы проходили вот здесь вот осмотр. Причем осмотр проходит прям очень быстро, на одну машину, буквально там 5 минут, и все. Даже если будет очередь перед вами, не переживайте, просто себе встали, и 5 минут все готово. Сказали машину загнать на визуальный осмотр. Сейчас мы загоним сюда, если этот не влезет. Это просто визуальный осмотр. Сейчас проверят вин, чтобы там ничего не выварено было, и все. Это не техосмотр такой, чисто визуальное. Вот сразу окошки. Здесь ты получаешь какую-то необходимую бумагу, бумажечку я вам сейчас покажу ее. И, по-моему, там же сразу мы платили в прошлый раз за осмотр. Сейчас вам все покажем. Вон там муж с сотрудником разобрали нам багажник, посмотрели вин, сказали, что все хорошо, и показали, где припарковать машину. Пока я в машине, расскажу вам важный момент, который нужно знать, если вы решите поставить машину на временный грузинский учет. Вот в течение месяца вам обязательно нужно будет пройти техосмотр. Иначе вы будете получать штраф 50 лари за каждый штраф. Причем по камерам тоже видно, что у вас нет техосмотра. То есть вы можете просто ехать по улице, и вам придет смс-очка, счастливое письмо, где будет написано, что ваш штраф 50 лари. Ну, по крайней мере, когда мы получили этот штраф, это было год назад, то он был 50 лари. Возможно, что-то изменилось, но по той информации 50 лари. Поэтому в течение месяца обязательно пройти техосмотр. Он стоит, мне помнится, что 100 лари, а муж говорит, что 70 лари. Ну, в общем, что-то в этом районе. Причем присутствие собственником автомобиля не обязательно. То есть если сюда, когда мы ставим машину на учет, мне нужно быть обязательно, то техосмотр муж проходил без меня. Техосмотр проходить легко, там у вас не должно быть никаких ошибок на приборке, то есть человек не должен гореть, а БС не должно гореть. Должен выхлоп соответствовать экологическим нормам. Лампочки должны гореть. И в принципе все. А, ну там тормоза проверяют они, ну, как бы обычный техосмотр, ничего там сложного, минут 10 занимает, это машину загнали, сами проверили, выгнали тебе ее, и все. Ну, минут 10-15, не больше. Теперь мы идем сюда, в это здание, и берем номерок. Вон муж уже берет. Сказали взять и заполнить какую-то декларацию, но посмотрим, что это такое. Мы не знаем, не сталкивались в прошлый раз. Декларация? Я говорю, какая декларация? Когда вам давали номера, у вас должна была быть какая-то декларация. Я говорю, ничего не дали, только техпаспорт и номера. Говорит, ну, пойди возьми повторный. Такое, какая декларация вообще? Само МРЭО очень такое современное, небольшое, но в принципе здесь большое не надо, здесь очень все быстро проходит, и вот сразу отделение банка. Когда будете ставить машину на учет, имейте в виду, что вам должны дать бумажечку, такую вот листик А4, называется декларация. Нам ее, возможно, давали, возможно, не давали, но мы ее в любом случае потеряли, забыли про нее. Без нее нельзя вернуть номера, свои родные номера. Называется декларация. Восстановление стоит 5 лари, с комиссией это будет 6 лари. Вот мы ее потеряли и заплатили 6 лари, чтобы получить декларацию заново. Боже, я обожаю Грузию. Мне кажется, это очень мило, да, кто-то на номера приклеил вот такие вот наклеечки. Ну, это прекрасно. Короче, сказали снять номера, взять декларацию, номер и отдать эти номера и получить наши. Аж грустненько снимать. Возвращение родных, поюзанных жизнью, ну, таких приятных номеров. И вот еще немножко красивенького Батуми. Мне кажется, я Батуми готова показывать просто бесконечно. Очень люблю Батуми, очень люблю этот город, прекрасная страна. И вообще, вот это все развитие, все строится, все развивается. Вот здесь скоро будет вот такой вот большой мост. Видите, здесь уже частично он есть. Скоро уже можно будет переходить дорогу, это очень удобно, потому что здесь достаточно тяжелые перекрестки для того, чтобы переходить дорогу. И вы сами видите, что машина не имеет привычки прямо останавливаться перед пешеходным переходом. Вот даже кольцо проезжаем. Видите, вот машина выперлась, непонятно для чего. Ну, это Грузия. Зато сам город, боже, ну какой красивый, ну какой же красивый город-то. Благодаря тому, что мы снимали видео, когда заезжали, я точно знаю, что мы потратили на все. То есть, чтобы пройти этот осмотр, постоять во всех очередях, снять свои номера самостоятельно, поставить другие номера, наши украинские самостоятельно, отвлекались на видео, мы потратили ровно 36 минут. Я считаю это максимально прекрасным. Спасибо Грузии за такой вот сервис. Теперь давайте по деньгам. Сколько стоит поставить машину на учет, сколько стоит снять с учета. За то, что мы потеряли эту декларацию, мы заплатили 5 лари, плюс лари комиссия, и того 6 лари. И для того, чтобы вернуть номера, эта услуга стоит 100 лари, плюс 3 лари комиссия, то есть 104 лари. Если вспомнить те суммы, которые мы платили раньше, для того, чтобы ездить на грузинских временных номерах, то мы заплатили плюс-минус 160 лари за постановку на временный грузинский учет, и 70 по версии мужа, по моей версии, 100 лари за техосмотр. Не помню точно сколько, но давайте считать, что 100. Итого, 160 лари постановка на учет, 100 лари техосмотр, и 100 лари это снятие. Это и получается 360 лари, плюс 20 лари на всякие вот такие вот мелочи, типа комиссии, потеряли декларацию, еще там что-то, что мы могли забыть учесть. Если вы ездите на грузинских номерах, вам обязателен техосмотр, но вам не обязательно покупать страховку. Прямо сейчас мы решили, что хотим купить страховку, поехать, потому что теперь у нас машина снова на иностранных номерах. О том, какие бывают страховки, сколько они стоят, зачем они нужны, и как покупается. Мы рассказали очень подробно в видео переезд в Грузию на автомобиле. Можете посмотреть, сейчас не хочу здесь повторяться. Мы сейчас хотим пойти купить страховку для себя на 14 дней, самое минимальное, потому что, несмотря на то, что я спросила у сотрудника МРЭО, нужна ли нам будет сейчас страховка для того, чтобы мы переехали границу, она сказала нет. Но мы неоднократно сталкивались с тем, что нам давали некомпетентные советы, и потом мы платили штрафы. Мы все-таки решили, что купим себе страховку, потому что купить страховку дешевле, чем заплатить 50 лари штрафа. Если вы не проходите этих осмотров, то получаете 50 лари штраф за отсутствие этих осмотров. То есть все вот эти штрафы, они достаточно строгие. Не скажу, что прям суперогромные, но и не маленькие. Поэтому мы решили перестраховаться, покажем вам, как мы будем покупать именно страховку, как это все проходит. Насчет адреса. Адрес я для вас не узнала, потому что на самом здании я не увидела, где написан адрес. Я спросила у сотрудника, и угадайте с одной попытки, что он ответил. Он сказал, не знаю. Поэтому дальше я прикреплю вам фотографию, как называется на английском языке, возможно, таким вот образом у вас получится найти его в гугле. Идем покупать страховку. Мы уже привыкли покупать ее в TBC банке, в банкомате этого банка. Это очень удобно. И это быстренько. Там все тарифы представлены на экранчике. Прямо вам сейчас покажем и выберем все это вместе с вами. Если этот момент не знать, как ее покупать, мы вам сейчас все покажем, то это будет довольно-таки проблематично, потому что так как у самих грузин страховка на машины необязательная. Поэтому 90% людей не знают, как ее купить в принципе, и в банке тоже не знают. Поэтому сейчас будет очень важная информация. Это терминал TBC банка. Сейчас мы будем покупать страховку. Смотрите. Выбираете английский. Дальше. Банкс. Иншуранс. Это страховка. И вот это вот. Вот сюда. И здесь вы должны ввести ВИН-код машины. Как вы ввели ВИН-код, у вас дальше попросят ввести Enter Registration Number. Это здесь вы вводите номер автомобиля. Смотрите, машинка наша подтянулась, то есть она уже есть в базе. Вот наша Ауди. Там написан ее ВИН-код и номер. Нажимаем далее. Метод. Ну давайте пусть... Мобильный номер телефона. Ну пусть будет мобильный, да. Мы ввели номер мобильного телефона. Туда придет, наверное, подтверждение страховки. И вот сами тарифы. Мы будем брать вот этот на 15 дней за 30 лари. Напомню, что страх был бы нам 50 лари, поэтому мы решили все-таки взять на 15. Надо прописать дату, когда будет действовать страховка. И вот нам высвечивается наш период страховки. И стоимость, да. То есть у нас будет до 20 часов марта, 15 дней. И нам нужно заплатить 30 лари и 46 тетри. На 46 тетри попробую сейчас найти. У нас есть 31 лари. Смотрите. Next. Next. Все, вот нам надо внести 30-46. И вот сюда копейки. Ну, почему-то у нас будет не 31, а... Нет, ну это мы внесли 31. Подожди, а здесь заплатит 3. А, ну все правильно. То есть здесь оно еще взялось у нас в комиссию. Получается, и того мы якобы положили 30-53 вместо 31, одного, а нам надо 30-46. Так что нам очень повезло. Ну, правильно же? Да, все четко. Сейчас мы получим вот эту заветную бумажку. Или не получим? Не получим. Нам, по идее, сейчас придет смс-ка. Или не придет. Заветная смс-ка пришла. Отлично. Никаких подтверждений, никаких распечаток о покупке страховки не нужно, потому что у полицейских, у таможенной службы есть база, по которой сразу видно, есть ли у вас страховка или нет. Мы уже рассказывали в предыдущем видео, повторюсь и здесь, что вас могут, например, остановить посреди дороги полицейские и сказать, у вас нет страховки, потому что они просмотрели по вашим номерам по грузинской базе. Поэтому, в принципе, вам ничего не нужно, никаких подтверждений. Просто заплатили и катайтесь себе спокойно. На самом деле, смотрите, как все удобно. 36 минут мы потратили на то, чтобы поставить машину на наш украинский учет обратно. И буквально меньше минуты мы потратили на то, чтобы купить страховку. Никакой бумажной волокиты нет, никакой коррупции нет. Ты просто приходишь и меньше, чем за час ты справишься со всей возней, которая, допустим, в Украине заняла бы у нас там, ну, может быть, целый день, может быть, там полдня. Ну, скорее всего, под целый день бы это все заняло. Конечно, в этом Грузия просто фантастическая страна. Ну, надеюсь, наша поездка нам очень понравится. И мы не зря делали все, что делали сегодня и потратили на это прекрасное утро. Снимем вам обязательно еще пару видосиков на тему нашей будущей поездки. Надеюсь, вам понравится.